Здравствуйте! В эфире город С. и Татьяна Дмитриева. Какие права и обязанности есть у налогоплательщиков? Кто может воспользоваться льготами и налоговыми вычетами? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель начальника отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Мария Баукова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Мария Борисовна. Здравствуйте. Насколько я знаю, с апреля стартовала декларационная кампания. Она ежегодно проводится? Или этот год какой-то особенный? В чем она вообще заключается? Во всех регионах страны ежегодно проводится декларационная кампания. И наряду с правом заявляют налоговые вычеты, а в Самарской области таким правом в 2015 году воспользовалось более 120 тысяч физических лиц, им возвращено из бюджета почти 5 миллиардов рублей. У физических лиц есть и обязанность по представлению декларации. Налоговым кодексом определены категории физических лиц, которые обязаны декларировать свои доходы. Так, если физическое лицо получило доход от продажи квартиры, машины, дачи, имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, оно обязано представить декларацию в налоговый орган по месту жительства. Также необходимо декларировать доходы от сдачи в аренду любого имущества, машин, компьютерной техники, а также жилого и нежилого имущества. Доходы получены от репетиторства, доходы получены от выигрышей, доходы получены от источников за пределами Российской Федерации. Также доходы получены в порядке дарения, за исключением, когда сделка была произведена между близкими родственниками или членами семьи в соответствии с семейным кодексом Российской Федерации. Вот вы перечислили сейчас вот даже несколько таких вот обязанностей в связи, допустим, с репетиторством, сдачей жилья в аренду, и я так полагаю, что не все об этом заявляют. Вот в этом случае ждут какие-то штрафы таких людей или какие-то вот наказания, так скажем? То есть у данной категории физических лиц есть обязанность представить декларацию не позднее 4 мая. А если это будет не выявлено, то что? Если это будет не выявлено, налоговыми органами проводятся мероприятия налогового контроля, физическим лицам направляется уведомление о необходимости представления декларации. И если физическое лицо не представит декларации, рассматривается вопрос о назначении выездных налоговых проверок. И когда вот удостоверится в том, что действительно там сдавала жилье в аренду и за это не платила налоги, то применяются какие-то санкции и человек обязан будет оплатить. Не представивших декларации установленных срок, на физических лиц накладываются штрафные санкции в размере 5% от суммы налога, подлежащей к доплате на основании декларации, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Когда мы говорим декларационная кампания, то понятно, что у нее есть какой-то свой срок. Вот если она в апреле началась, то когда закончится? И вот в это время, что конкретно должен сделать налогоплательщик? Ну, срок декларационной кампании у нас с 1 января до 4 мая 2016 года. Не так много уже осталось времени. Осталось чуть меньше месяца, и физические лица, у которых есть обязанность, должны представить декларации. Уплатить налог согласно представленной декларации физические лица обязаны не позднее 15 июля 2016 года. И все, кто не представил декларацию, у кого есть такая обязанность, должны сделать это в установленный законным срок. Вообще вот нужно сдать декларацию. А вот сама декларация, она как-то меняется? Как нужно ее заполнять, сдавать в налоговый орган? Где вообще ее найти, вот эту декларацию? Форму, наверное, да? Да. В 2015 году в декларацию внесены небольшие изменения в соответствии с новыми положениями налогового кодекса. В декларацию внесены дополнительные строки. Это сумма доходов в виде прибыли по контролируемым иностранным компаниям, инвестиционные налоговые вычеты и социальные налоговые вычеты у налогового агента. В остальном декларация осталась прежняя. Также декларацию можно заполнить, воспользовавшись программой, которая расположена на сайте ФНС России, и заполнить от руки, взяв в бланке декларации, либо в налоговом органе, или распечатать из правовых систем «Консультант» и «Гарант Плюс». А вот если она на сайте уже, то вот эта декларация есть, то в электронном виде можно ее отправить или обязательно распечатывать и приходить с ней в налоговый орган? Представить декларацию, не приходя в налоговый орган, могут те налогоплательщики, которые подключены к интернет-сервису «Личный кабинет для налогоплательщиков и физических лиц». И тогда они без скачивания программы в режиме онлайн заполняют декларацию и могут ее направить в налоговый орган, если у них есть усиленно неквалифицированная электронная подпись. Да, вот в последнее время много говорят о «Личном кабинете», мы к этой теме еще и вернемся. А сейчас хочу сообщить, что к нам уже поступает вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, задавайте вопросы по налогам физических лиц, у нас еще есть время. И наш гость обязательно на них ответит. Вера Георгиевна интересуется, является ли денежная сумма, возвращенная по решению суда, деньгами, облагаемыми, налогом и нужно ли подавать декларацию? Если возвращена сумма по решению суда и она компенсирует ваши расходы, допустим, на ремонт транспортного средства, то эти суммы не подлежат декларированию. Но если по решению суда вам возвращены дополнительно денежные средства, потраченные вами на услуги адвоката, то данные суммы подлежат налогообложению и необходимо представить декларацию, установленную законом срок. Следующий вопрос. Я ветеран. Ситуация такая. Нужно ли подавать декларацию, если при поддержке органов власти мне бесплатно установили газовую колонку? И если да, то в какой срок? В статью 217 налогового кодекса внесены изменения и в соответствии с этой статьей не подлежит налогообложение, помощь в денежной и в натуральной форме, а также подарки, оказываемые ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и средств бюджета. И если ветеранам Великой Отечественной войны установлена колонка либо газовый котел из средств федерального бюджета, стоимость данной услуги не подлежит налогообложению. Ну конечно, да. Чтобы еще лучше понять, что же представляет из себя декларационная компания и что обязан сделать налогоплательщик в это время, я предлагаю посмотреть ролик о налоговой инспекции, а потом мы продолжим разговор. Декларация за прошлый год Налоговая Инспекция Еще хотелось бы остановиться поподробнее на вот этой теме. Декларирование доходов. Все-таки обозначить вот эти категории людей, которые должны их декларировать и какие доходы, чтобы мы все понимали наши обязанности. И вот еще когда мы все время говорим об обязанностях и все-таки есть еще и права. Вот какие права тоже существуют у налогоплательщиков? Ну если сказать об обязанности. То есть обязаны представить декларацию, которые получили физические лица, которые получили доход от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет. Если получен доход и налоговым агентам не удержан налог, если получены источники доход от источников за пределами Российской Федерации, если сдавалось имущество в аренду, также обязаны представить декларацию о своих доходах индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и лица, занимающиеся частной практикой. Понятно. А права? Вот что касается прав? Это же тоже нужно знать. Ну кроме обязанностей у физических лиц представлять декларацию, есть также право. Право воспользоваться налоговыми вычетами. Налоговый вычет это сумма, на которую физическое лицо может уменьшить свою налогооблагаемую базу по суммам расходов, потраченных на лечение, обучение, покупку квартиры. Так, налоговым кодексом предусмотрены следующие виды налоговых вычетов. Это стандартные налоговые вычеты, социальные и имущественные налоговые вычеты. А вот сумма процентов, это всегда 13% или я что-то вообще... Вычетом могут воспользоваться физические лица, которые имеют доход, из которых удерживается налог по ставке 13%. По другим ставкам, к сожалению, физические лица заявить вычеты не могут, если их доход облагается по другим ставкам. Вот, допустим, давайте разберем такой пример. Человек ходит в медицинское учреждение, ему оказывают платные услуги, он каждый раз берет чеки на сумму. И вот с какой суммы ему потом вернут вот эти 13%? Как вот в этом во всем сориентироваться? Опять же, как долго можно собирать вот эти чеки? Когда подавать? Можно три года лечиться, допустим. Или там очень быстро пройти дорогостоящее лечение? Если физическое лицо оплатило, допустим, свое лечение, то оно вправе заявить социальный вычет на лечение. Для этого необходимо взять договор, заключенный с медицинским учреждением, платежные документы и справку из медицинского учреждения по установленной форме для налоговых органов. И заполнить декларацию 3НДФЛ и представить ее в налоговый орган. По налогу на доходы налоговым периодом признается календарный год. То есть, если в течение года вы несколько раз обращались в медицинское учреждение, вы собираете за год все эти документы, заполняете декларацию и сдаете в налоговый орган по месту жительства. Вместе с заявлением на возврат. А вот то есть сумма, на которую оказано лечение, никакой роли не влияет? То есть там больше, меньше, любая? Нет. Из любой 13%? Нет. Налоговым кодексом установлено ограничение, на какую сумму можно воспользоваться вычетами. То есть воспользоваться вычетами можно по социальным вычетам заявить не более 120 тысяч рублей. А по дорогостоящим видам лечения, они установлены перечнем в приказе, здесь вычет предоставляется в полной сумме расходов, затраченной на такое лечение. Код дорогостоящего или недорогостоящего лечения определяется медицинским учреждением и проставляется в справке. Вот вы как специалист, конечно, можете проследить тенденции. Сейчас в наше вот такое непростое экономически сложное время больше людей пользуются вот такими своими правами по налогам и вычетам. И в каких сферах больше? Или это в принципе вот из года в год одни и те же уровни? Ну, учитывая последние тенденции, увеличилось количество физических лиц, которые заявляют имущественные вычеты на приобретение жилого дома или квартиры. И также увеличилось количество физических лиц, заявляющих вычеты на лечение. Вот еще есть такая категория, как студенты, да, за обучение, на образование, да, вот тоже можно вычеты вот эти налоговые получить? Да, конечно, можно получить налоговые вычеты на обучение как свое, так и своих детей. На обучение детей вычет предоставляется в размере не более 50 тысяч, при условии, что ребенок до 24 лет обучается на очной форме обучения. А за свое обучение физическое лицо вправе заявить налоговый вычет, но по сумме не более 120 тысяч, при условии, что в эти 120 тысяч плательщик сам выбирает. Здесь лечение, обучение, либо пенсионное страхование. По этим основаниям максимальная сумма вычета 120 тысяч, плательщик сам выбирает вычет, по которому он будет пользоваться. Если он, может, потратил по каждому основанию, допустим, по 30 тысяч, в пределах 120 тысяч он заявляет каждый из вычетов. Понятно. Но это всегда заявительный характер, да? Никто не придет, вот если ты об этом не сообщишь, не подашь документы, никто тебе вот эти вычеты не компенсирует. Нет, налоговые вычеты носят заявительный характер. Они заявляются на основании декларации. С 2016 года можно заявить социальный налоговый вычет у работодателя. Если раньше у работодателя можно было заявлять только имущественные налоговые вычеты, то изменениями в налоговый кодекс с 2016 года можно еще и социальный налоговый вычет заявлять у работодателя. Да, вот это тоже очень важная информация, о которой, наверное, еще не все знают. Следующий вопрос от Владимира. Если приобрел квартиру, а через два месяца ее же продал, написал заявление на налоговый вычет, имею ли я право на него в данном случае? Быстро очень продал, купил, через два месяца продал, написал заявление. Если была приобретена квартира и в этом же году продана, физическое лицо имеет право заявить вычет на покупку квартиры, но у этого физического лица сохраняется обязанность и по представлению декларации в связи с продажей квартиры. Так, в одной декларации будет необходимо отразить доход, полученный и от продажи квартиры, и заявить вычет на покупку этой квартиры. Следующий вопрос от Галины. Если мы пенсионеры, за дачу, квартиру, машину платим, нужно платить за все налоги или идет какой-то процент? Вот у пенсионеров есть какие-то льготы на налоги? Квартира, машина и дача, если они за все платят. Я понимаю, вопрос идет об льготе по имущественным налогам. Ну, наверное, да, если квартира, дача и машина. Если заявитель пенсионера. У пенсионера есть имущество в соответствии с налогом на имущество, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество. Вообще? Раньше были вообще, а с 2015 года на одну квартиру. То есть может у пенсионера быть и две квартиры за одну заплатят налоги, а за вторую нет. А за вторую они федеральным законом освобождены от уплаты налога на имущество по одной квартире. Что касается транспортного средства. Пенсионеры освобождаются в размере 50% от уплаты транспортного налога. Если легковое транспортное средство мощностью до 100 лошадиных сил. Если больше 100 лошадиных сил, льгота, к сожалению, не представляется. Да. Интересно, у нас сейчас такие есть машины до 100 лошадиных сил? Ну, это нужно знать, это обязательно нужно уточнять и потом уже претендовать на эти выплаты. И вот земельный налог, вот дача, это же как земельный налог идет? Земельный налог, да. На территории городского округа Самары пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога на 6 соток. А если больше, то они с разными платами? А если больше, то превышение исчисляется. То есть вот только если участок на территории города. На территории города Самары. А если за городом, то там? Если за городом, там муниципалитеты предоставляют свои льготы. И надо обращаться в налоговый орган по месту жительства уже для предоставления информации о льготах. Понятно. Следующий вопрос от Ларисы. В 2006 году мой муж попал на гемодиализ, а в 2012 умер. Мы не знали по поводу вычетов налоговых, а у меня трое детей. Сейчас я могу претендовать на это и могу ли ими воспользоваться? И как это сделать? Лариса. В данном случае срок давности такой существует. В каком году он у нас? В 2012 уже умер, а в 2006 ему делали гемодиализ. К сожалению, вычетом можно воспользоваться не более, чем за три предшествующих года. Три? Три. Так, в этом году можно представить декларацию на вычет за 2015, 2014 и 2013 годы. Если средства были потрачены ранее, три года ушло, и вычетом воспользоваться уже нельзя. Да. Вот все-таки важная информация про вычеты, потому что нужно знать, потому что я больше чем уверена, что есть люди, которые что-то покупают, лечатся, учатся, покупают и так далее, но даже не знают, что им положено в связи с этим какие-то вычеты. Следующий вопрос. Я взяла в организации справку 2НДФЛ для предоставления декларации при покупке квартиры. Печать организации отсутствует. Нужно ставить печать или нет? И почему? И вот если нет печати, то что, вот это примут ее? Вот что-то не очень понятно, но вы, наверное, как специалисты поняли. Для организации, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью, в 2015 году была отменена обязанность иметь печать. И в связи с этим приказом ФНС России с 2015 года утверждена новая справка о доходах физического лица по форме 2НДФЛ и порядок ее заполнения, где отсутствует обязанность по представлению печати. Следовательно, если физическое лицо представляет декларацию и прикладывает справку 2НДФЛ без печати у налогового органа, отсутствует возможность отказать физическому лицу в принятии такой справки, и оно обязано принять такую справку. Основной темой нашего разговора является все-таки декларирование доходов физических лиц. И мы напомним, что декларационная кампания уже скоро закончится, да? 4 мая, по-моему, да? 4 мая, да. 4 мая, да. Поэтому нужно успеть это сделать, чтобы избежать штрафов. И я предлагаю посмотреть очередной ролик на эту тему, ну а затем мы продолжим разговор. Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически. Он удерживается заработной платы. Однако, если вы получили дополнительные доходы, например, продали имущество, выиграли в лотерею, сдавали квартиру в аренду и в ряде других случаев, вы должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по форме 3 НДФЛ. Подробная информация о том, как это сделать, предоставлена на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Для физических лиц» на странице «Я хочу представить налоговую декларацию и уплатить налог». Вы можете распечатать бланк декларации или получить его в налоговой инспекции, аккуратно заполнить его от руки и отправить в бумажном виде по почте, доставить лично или через своего представителя по доверенности в налоговый орган. Посмотрите примеры заполнения декларации для различных ситуаций, которые представлены на странице. Вместо заполнения вручную вы можете использовать программу «Декларация», которая поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверить правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для представления в налоговый орган. Вы также можете заполнить декларацию в электронной форме, в режиме онлайн в личном кабинете налогоплательщика. В разделе «3НДФЛ» воспользуйтесь сервисом заполнения налоговой декларации «3НДФЛ». В личном кабинете вы также сможете отслеживать статус проверки декларации в инспекции. Обратите внимание, что если вы должны были подать декларацию, но не подали ее в срок, то есть до 30 апреля, то вам за каждый, даже не полный месяц просрочки придется уплатить штраф в размере 5% от суммы налога. Общая сумма штрафа может быть до 30% от суммы налогов и не менее 1000 рублей. Не забудьте также вовремя, до 15 июля, уплатить начисленный по декларации налог. Для этого воспользуйтесь сервисом «Уплата налогов физических лиц». Если вы подаете декларацию только для получения налогового вычета, не спешите, ее можно подать до конца года. Сервисы сайта Федеральной налоговой службы помогают максимально комфортно решать все проблемы, связанные с подачей декларации. Пользуйтесь ими. Много преимуществ появляется в связи с тем, что на сайте есть такие интерактивные сервисы и личный кабинет особенно, да, много вот таких вот плюсов предоставлять налогоплательщикам. Хочу задать вопрос от Евгения. Я хочу продать нежилое здание, принадлежащее мне как физическому лицу. Я им владею уже более пяти лет. Каким образом мне будет исчисляться налог с его продажи? Если физическое лицо владеет имуществом более пяти лет и продает это имущество, у него нет обязанности декларировать доход, эти суммы полностью не подлежат налогообложению. Следовательно, и не будет налога к уплате. Следующий вопрос. Даю часть дома в Кировском районе Самары с середины декабря прошлого года. Декларацию подать нужно уже в этом году. Фактически период получения дохода перейдет на январь 2016-го? В данном случае все зависит от даты получения дохода. Если доход от аренды за декабрь месяц будет выплачен физическому лицу в декабре месяце 2015 года, то декларацию надо будет представить за 2015 год. Если доход от аренды будет получен в январе 2016 года, то декларацию за 2015 год представлять не надо, надо будет ее представить за 2016 год. Но этим документом должна хотя бы служить расписка, где будет проставлена дата расчета, и в связи с этим уже физическое лицо будет принимать решение, в каком году ему подавать декларацию. Я знаю, что с апреля стартовала еще одна акция – «Дни открытых дверей». Это на территории России, насколько я знаю. В Самарской области у нее есть какие-то свои сроки, особенности? Вообще в чем она заключается? Ну, в помощь налогоплательщикам 15-16 апреля по всей территории Российской Федерации… А всего два дня она будет проходить? Российская акция «Дни открытых дверей». В это время налогоплательщикам будет оказываться налоговыми инспекторами помощь в заполнении декларации, а также разъяснение по применению налогового законодательства. Во время этой акции налогоплательщики смогут узнать, есть ли у них обязанность по представлению декларации, есть ли задолженность по уплате налога, и многое другое. Понятно. А вот в эти дни, 15-16, может быть увеличится время часов работы налоговой службы, чтобы подойти туда или нет, раз уж они объявлены такими днями открытых дверей? Конечно. Во время проведения Всероссийской акции налоговые инспекции будут работать в усиленном режиме, и 15 апреля налоговые инспекции будут работать с 9 до 20 часов, а 16 апреля в субботу с 10 до 15 часов. Да, и вот суббота выходной день, что тоже очень удобно для многих работающих граждан. Успеем еще ответить на вопрос от Натальи. Я участвую в долевом строительстве. «Хочу перераспределить долю сыну. Сможет ли он получить налоговый вычет тогда, когда оформится дом?» Вот долевое строительство и налоговые вычеты, вот эта тема вообще. И сын сможет получить? В данном случае без документов очень сложно ответить на вопрос. Если вам это необходимо, вы можете задать вопрос в письменной форме через сайт налоговой службы, либо в инспекцию, либо в управление по налогам и сборам. В установленный законным срок вы получите ответ. А так, если физические лица строят по договорам долевого участия, они вправе воспользоваться имущественным вычетом, но с того момента, когда у них будет хотя бы акт приема-передачи. Пока не будет акта приема-передачи по договорам долевого участия строительством, вычета воспользоваться нельзя. Просто люди боятся, наверное, чтобы потом срок не прошел, они не воспользовались, как в случае, вот у нас уже было что-то. Но здесь только после завершения строительства и при наличии документов на жилье. Хотя бы акт приема-передачи. Если при покупке вторичного жилья необходимо свидетельство о государственной регистрации права, то при долевом участии строительства, если есть акт, уже можно заявлять налоговый вычет. Понятно. Хочу также сказать телезрителям, что в течение нашего эфира и сейчас, надеюсь, будет выведен телефон общероссийский контакт Центра Федеральной налоговой службы, в котором тоже можно задавать вопросы. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали о том, как мы должны платить свои налоги. Приходите еще. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова